Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим изучать фотографические жанры и поговорим о съемке натюрморта. Василий Прудников. Фотограф, фото-журналист, издатель, куратор фото-выставок, создатель и руководитель культурного проекта Роспрессфото, преподаватель авторских фотокурсов, лауреат национальной премии «Золотой глаз России» Союза журналистов Российской Федерации, эксперт в областях, история российской фото-журналистики, фоторепортаж, искусство фотографии. Натюрморт существует очень давно, настолько давно, насколько существует живопись. Живопись существует с первобытного времени. Для создания натюрморта художник использует неодушевленные предметы. Это, конечно же, фрукты, овощи, ягоды. Также это цветы, которые находятся в вазе. Это могут быть книги, какая-нибудь специализированная продукция. Чтобы составить композицию для натюрморта, нужно, опять же, как и в портрете, иметь идею, цель вашего будущего сюжета. От этого зависит и выбор места, выбор света, выбор фона, выбор оптики, которую вы будете снимать. Фотография в виде натюрморта должна передавать, прежде всего, атмосферу, настроение, то, которое будет заложено вашей идеей. После того, как вы определились с идеей, мы подбираем предмет или группу предметов, которые будем снимать. Большую роль в создании натюрморта играет фон для вашего героя снимка. Фон должен дополнять подачу образа главного предмета в натюрморте, а никак не перетягивать все внимание на себя. Если у вас объект съемки разноцветный, то следует фон использовать однотонный, белый или темный. Если у вас предмет наоборот монотонный, монохромный, одноцветный, то можно использовать и разноцветный фон, допустим, вот такую вот ткань. Итак, сейчас мы на практике попробуем сделать композицию для натюрморта. Первый пример будет посвящен фруктам, которые мы приготовили. В нашей композиции будут присутствовать фрукты разных видов. И поскольку они практически все в одной тональности, я подобрал и фон, похожий на цветовую палитру самих фруктов, тоже красно-желтую. Первое правило, ребята, запомните, когда фруктов много, должна быть доминанта, то есть присутствовать герой, главный фрукт. И можно еще добавить еще один акцент. Это немножко растительность в виде вот такого цветочка. Дорогие друзья, свет для создания натюрморта очень важен. С помощью света мы можем задать характер нашей нами созданной композиции. Стекло очень хорошо не просто передает объем, оно хорошо воспринимает и очень красиво передает свет в качестве бликов, что можно выгодно использовать в создании вашего натюрморта. Дорогие друзья, вы посмотрели сейчас мои советы и практические действия при создании натюрморта. Кого заинтересовал этот жанр? А жанр натюрморта не только интересен, но и очень доступен каждому фотолюбителю. Предметы для съемки вы всегда можете найти в своем доме, а созданный натюрморт в виде фотографии всегда будет хорошим подарком вашим друзьям, близким и украсит интерьер вашей квартиры. Экспериментируйте и сделайте лучший натюрморт в вашей творческой биографии. Субтитры создавал DimaTorzok